Вот она, судьба эрвенских изб. Хозяев давно нету. Да, ничего, одни фотографии. Тут смысл-то того, что... Конечно, отжар это, что... Вот мой одноклассник живёт у них, приезжает с Красноярска на лето здесь. А так изба пустует. Старики жили, всё, умерли, всё, дом. А вот, значит, парень, помню, бойцовский парень, помню, как Ассарт. Коля Шалтанов. Коля Шалтанов. Мы учились после 9-го, он после 8-го, получается, а мы после 10-го, уже рослись. Но мы были, считай, после 9-го, он после 8-го в 9-е пошёл что-то, уже ездил. С мужиками охотится, да чё. У него же мелкокалиберка была, чё-то он там как-то погиб. А Катя Пазникова молодец. Она в порядке. Мотофон. Мотофон. Мотофон, вот. Привет ей там от меня передавать. Хорошо. Я вижу, раньше чаще видел, когда она сама стояла. А сейчас она, видимо, всё это забросила. Коммерцией сейчас, там дочка занимается. Ну, я тоже, я с ней. Да, и встречался с Катериной. Ну, вот дома такие деревенские. Обычно как, передняя часть. И кухонька, где обедают, где столы, шкафы, где вот печь, вальник, загонок. Но печь обычная, уже не русская. Всё, и ничего не надо было. И жили большие семьи. Растали всегда. Ну, такие загородки. А сейчас надо условия сначала. Вот, крюк для люльки. А сейчас надо всё сначала. Чтоб родители квартиру дали. Машину ещё даже некоторые просят. Потом только родить. А раньше рожали по любви. А там уже растили как получится. И вырастали хорошие дети, хорошие люди. А сейчас демография. Практически её нету, этой демографии. Только по...